Дикие звери Территория тишины. Так тогульские инспекторы охот общества Алжилтранс называют участок леса, куда на зимовку в поисках пропитания приходят дикие звери из тайги. Это создано, чтобы они там размножались, отдыхали. На нашем участке постоянно каждый год мы делаем учет. Значит, по учету у нас по зоне покоя проходит маршрут. Насчитываем где-то 120 особей. Чтобы подкормить животных в зиму, каждое лето егеря заготавливают сено, для лосей соль, вяжут березовые веники. Есть в охотхозяйстве и собственная пашня, на которой своими силами они выращивают рапс, овес, кукурузу и зерновые. Мы пашем, сеем, а убирать не убираем. Все оставляем для животных. То есть, чтобы им было что зимой есть? Да, зимой они копытки едят и осенью мы позже сеем. Поля уже убирают, а у нас еще остается до самых снегов. И вот заметат, что лось еще кое-где копытки достает. Коза, также заяц. Ну вот как-то так. А вот березовые веники мы сейчас будем класть, потому что корма не хватает. Да, конечно, корма не хватает сейчас уже. В лагах еще есть какие-то листья. Ну и, например, козье уже, туда трудно зайти, снег большой. Общая площадь охотхозяйства – 132 тысячи гектаров. Обитают здесь копытные, медведи и более мелкая живность. Попадаются рыси, встречалась, говорят егеря, даже росомаха. Сейчас открыта охота на зайца, на лису, на копытных, косуля, лось. Лицензии выдается непосредственно на зверя. Допустим, один лось, один барсук, один тетерев. А путевка дается на шире, более шире. Это уже на зайца там можно, там просто вписываешь это самое. Сколько добудешь за день. Там ограничено, конечно, пять штук там в день. Вписал, на завтра по этой же путевке можешь еще охотиться. И так в течение всего сезона. А лицензия, ну тоже в течение, действует на весь сезон, но одно добыл, все, лицензия закрывается. Богатая живность у территории привлекает охотников не только Алтайского края, но и соседних регионов. Задача охот инспекторов – следить, чтобы охота велась в рамках закона не допустить браконьерства. Браконьеры каждый год у нас встречаются за бои. И косуль стреляют, и лосей стреляют. Вот, боремся. Уже несколько уголовных дел заведено. И сейчас в процессе есть дело уголовное за двух косуль. Ну тут очень сложно, потому что надо поймать, надо в это же время вызвать полицию. Как сработает еще полиция. Без полиции мы ничего не имеем права делать. Ни протокол составить, ни физически задержать человека. Наша выследить, созвониться, вовремя среагировала, чтобы полиция, и тогда все пойдет как по маслу. А браконьер – это браконьер, который идет непосредственно убивать. С ними надо бороться. И мы этим занимаемся. У нас позволяет техника, ресурсы. Мы занимаемся этим. Игиря отмечает, что нередко на браконьерстве попадаются довольно обеспеченные люди, которые приезжают в лес на дорогих машинах и снегоходах. Они готовы тратить деньги на адвокатов, чтобы те защищали их в судах, но не готовы приобретать лицензию и охотиться на законных правах. Приезжали, значит, в Кытминовский район вчера снова Кузнецка люди. Отстреляли на нашей территории два лося. Мы все это зарегистрировали. До сих пор идут суды. С каждым годом становится все труднее и труднее, потому что, ну, как я уже говорил, люди богатые, нанимают адвокатов. Все, бывает, вот, с лосями, допустим, это уже пять лет мы судимся. Но все равно когда-то решение будет. Егеря говорят, браконьеры становятся все хитрее. Чтобы не наткнуться на охоту инспекторов, ночью ведут отстрел косуль с дороги прямо из машины. Тогул-Колонково, трасса, это проблема у нас уже года три, наверное, идет. Значит, браконьеры ночью выезжают, видно, на машине, стреляют. Косуль с машины загружают, уезжают. Мы никак не можем... Да, потому что мы, допустим, в охотничьих угодьях я могу подъехать, показать удостоверение, остановить там транспорт. А на дороге я не имею этого права делать, потому что дорога федеральная. Заснять могу, а останавливать только... Только с полиции? Да, только с полиции. Тем не менее, егеря каждую ночь патрулируют трассу, чтобы своевременно пресечь незаконную охоту. Понятно, что жесткий контроль на территории Тогульских лесов не по душе желающим пострелять по животным без лицензии или путевки. Нередки случаи, когда правонарушители осознанно идут на конфликт. Ваши удостоверения. Вы сегодня находитесь в охотничьих угодьях, ребята. Это такая же среда обитания моя. Я и говорю. Я здесь живу, это моя среда. Хорошо, хорошо, хорошо. Я говорю, теперь ваши, пожалуйста. Какие ваши? Для чего? Удостоверение на снегоход. Что вы здесь делаете? Пожалуйста. Просто катаемся. Катаетесь? У вас должно быть удостоверение на снегоход. Ну, дальше что? Да, да. И номера на снегоход. 31 марта. Вы также ездили на снегоходе без документов, без прав. Кого? Под 31 марта. Не знаю. Потом сейчас вы снова ездите. Вчера вас оштрафовали. Вы будете лишены у всех прав. Вы законы не знаете? Какие права? Какие? Я его только купил. Как уверяют тогульские егеря, наткнувшись на охоту-охрану, кто-то просто сбегает с места преступления, кто-то начинает спорить с егерями, доказывая свою правоту охотиться в лесных угодьях, а есть и те, кто на этом создает себе пиар. Инспекторам некогда пиариться. На это нет времени. Так же, как на то, чтобы спорить и доказывать законность своей деятельности якобы активистам-зоозащитникам, которые своим поведением, считают инспекторы, нарушают правила охоты. Продолжение следует...